Еще раз хочу вас всех поприветствовать, передать вам большой привет от директора нашего центра, главного онколога Республики Беларусь. Вообще он должен был делать этот доклад, но, к сожалению, он не смог приехать, он еще является и сенатором у нас, и сессия сената в это время. Я хочу вернуться к слайду, который я уже показывал, это динамика количества случаев рака почки, и помните, я в первом докладе после этого показывал распределение по стадиям. Относительное распределение. И выглядело все просто замечательно у нас в Республике, 60% стало первой стадии заболевания, резкое уменьшение четвертой стадии. А теперь я предлагаю вот этот же слайд, но разделить уже по стадиям в абсолютных цифрах, и посмотрите, что получается. Действительно, основной прирост составляет именно первая стадия заболевания. Но если мы посмотрим на абсолютные цифры четвертой стадии и третьей стадии, то они не только не меняются, а даже увеличиваются. То есть абсолютное число пациентов с четвертой стадией заболевания у нас в Республике на самом деле увеличивается, несмотря на улучшение ранней так называемой диагностики. Это большая проблема. Дело в том, что около 20-15-20% людей просто не обследуются, не очень хорошо относятся к своему здоровью, либо они боятся. И такая статистика в большинстве развитых стран мира. И я чему это все показываю? К тому, что наша сегодняшняя конференция очень актуальна. И актуальна она будет еще долгие-долгие годы. Поэтому я сразу забегаю вперед, предлагаю подобное исследование произвести где-нибудь через 3 или 5 лет. Посмотреть, что поменялось. Что касается вообще в целом запущенности рака почки в сравнении с другими локализациями, то у нас в стране не так и плохо обстоят дела. Рак почки ушел из десятки ведущих локализаций и значительно лучше обстоят дела по сравнению, например, с раком поджелудочной железы, печени, желудка и так далее. Но в этой табличке я хотел акцентировать внимание на рак полости рта и глотки. Это визуальная локализация. В Республике Беларусь четвертая стадия, четвертая стадия, я подчеркиваю, выявляется в 40% случаев. Я думаю, что в Российской Федерации точно такие же цифры. Страшные цифры, на мой взгляд. Думаю, что может даже выше. Это вы просто не в курсе. Поэтому вы поинтересуетесь ради интереса. Во всяком случае, рак полости рта в Беларуси вышел на второе место в структуре смертности от онкологических заболеваний трудоспособного возраста. И поэтому основные наши усилия сегодня направлены именно на опухоли головы и шеи в плане ранней диагностики и работе со стоматологами и вороврачами. Ну, а еще раз возвращаясь к почвенно-клещеному раку, 15% четвертая стадия заболевания. В цели задачи разрешите мне не повторять. Вы уже дважды слышали, я думаю, усвоили. Полностью. Значит, с белорусской стороны в данное исследование было включено 272 пациента с первичным метастатическим раком почки, которые были пролечены именно в 2015 году. А вот результаты этого исследования нас очень сильно разочаровали, поэтому дальше мои слайды будут без ярких красок в черно-белом фоне. Средний возраст примерно одинаковый по всем странам оказался. У нас средний возраст 62 года. Мужчин, опять же, было больше, чем женщин. Хотя, если в целом взять рак почки, не такая большая разница. Мужчины и женщины болеют примерно одинаково. Здесь, в запущенных случаях, мужчин, видите, почти в три раза больше, в 2,5. Потому что мужчины, видимо, хуже относятся к своему здоровью, и запущенность у них чаще выявляется. Но это мое предположение. На самом деле это интересно было бы про анализ. Следующий показатель морфологической верификации диагноза, это как раз к заданному вопросу. Видите, у нас морфологическая верификация 70% почти составляет. А вот разделение на подтипы очень низкое, всего 25%. По сути, разделяли на подтипы и вносили в конце регистр только сотрудники нашего Центра Республиканского. В областных онкологических диспансерах этому не уделялось вообще никакого значения, потому что таргетную терапию практически пациенты в то время в областных диспансерах не получали. Поэтому и не разделяли. Сейчас мы пытаемся это исправить, и значительных успехов в этом добились. Палиативная нефрактомия выполнена у 174 пациентов, что составило 64%. Не у всех до начала лечения, у некоторых в процессе. Но основная масса все-таки до начала системной терапии. Первичная опухоль не была удалена у 36%. Это, опять же, весьма печальная цифра на то время, но на сегодняшний день она уже неплохая, на мой взгляд. А может быть, эта операция должна быть еще более редкая с учетом расширения показаний к таргетной терапии. Системная терапия по поводу метастатического почвенно-клеечного рака проведена всего 56% пациентов, которые в ней нуждались. Статистически значимых различий между мужчинами и женщинами по этому показателю получено не было. Опять вроде бы и неплохо, 56 хотя бы процентов. Но я об этом немножко позже скажу. Вы видите, что среди пациентов младше 65 лет 65% получали системную терапию, а среди более старших пациентов старше 65 лет 43%. Две и более линии системной терапии всего 12,5%. Это очень низкий показатель. Ну и когда мы посмотрели, какую же системную терапию получали пациенты, то основная масса – это, конечно, цитокины. Несколько человек получали химиотерапию. Но хочу подчеркнуть, что это необычная химиотерапия была. Это термохимиотерапия. То есть химиотерапия в условиях общей гипертермии. В этом случае доксорубицин становится эффективным при почвенно-клеечном раке. Но хочу сказать, что это крайне тяжелое лечение, несущее за собой огромное количество осложнений. И, конечно, при наличии таргетной терапии преимущество именно ей должно отдаваться. Ну а таргетная терапия в нескольких линиях, вы видите, всего 22 пациента получила. Результаты выживаемости. Медиана выживаемости составила всего 9 месяцев. Но этого и следовало ожидать, учитывая характер лечения, которые получали пациенты, выживаемость однолетняя, двухлетняя, особенно трехлетняя, на мой взгляд, крайне низкие. Трехлетняя всего 10%. Ну и уже в то время мы это понимали, что необходимо предпринимать какие-то действия. На фоне отсутствия таргетных препаратов, что можно придумать? Ну, первое, что придумали, это произвести разделение на группы риска, наше собственное, учитывая, что не везде используются критерии, применяемые в классификации Моцера. Поэтому мы попробовали свою собственную создать на большом количестве пациентов. В общей сложности почти тысяча пациентов было исследовано, и применяли только те показатели, которые можно использовать во всех онкологических диспансерах. Получилось, что прогностическую значимость имеют наличие метастазов в региональных лимфоузлах, наличие метастазов в костях, низкодифференцированная опухоль, высокая соя, царкоматозный вариант, уровень гемоглобина и наличие палеотивной операции. В то время она имела значение, потому что таргетная терапия не применялась. И точно так же были созданы решающие правила, которые разделяли на три группы риска. И тогда же было предложено при хорошем прогнозе использовать иммунотерапию, имеется в виду интерликины, интерфероны. Они были достаточно эффективны. Таргетную терапию назначать преимущественно в промежуточном риске, ну а при плохом прогнозе либо отсутствие лечения, либо в случае наличия хотя бы темзиролимоз. Следующая проблема, которая была поднята, это разработка белорусских лекарственных средств. Вы понимаете, что если они будут белорусскими, они будут на порядок ниже по стоимости. Соответственно, появятся, высвободятся дополнительные средства на приобретение импортных таргетных лекарственных средств. И вот на сегодняшний момент из 75 наименований, это, кстати, задача была поставлена главой государства, жестко отслеживалась, и на сегодняшний день из 75 наименований лекарственных средств уже 45% это в онкологической практике используют, 45% белорусского производства. Действительно, это позволило высвободить дополнительные средства на приобретение таргетных препаратов. И ставится уже задача импортозамещения в отношении таргетных лекарственных средств. Здесь Беларусь, конечно, самостоятельно не сможет решить проблему, и мы пошли по пути совместных исследований с российской стороной. И сегодня у нас уже имеется 6 собственных таргетных препаратов, они, конечно, совместного производства. Ну и я хотел бы вам показать вот эту таблицу. Она секретная, я надеюсь, никто никому не расскажет. На самом деле это закупки таргетных лекарственных средств для лечения почвенно-клеточного рака и планы закупок на 2020 год. Вы можете посмотреть, но я обращу внимание на последние цифры. Это общая сумма. Для того, чтобы понять, сколько это в долларах, просто на два надо разделить. Итак, в 2020 году уже 15 миллионов, почти 15, ну, 14 миллионов долларов будет потрачено на приобретение таргетных препаратов. Это примерно в 5 раз больше, чем в 2015 году было. И если это будет выполнено, я не уверен, что это будет выполнено, но тем не менее сейчас министром здравоохранения стал онколог, он это прекрасно понимает, и мы надеемся, что все-таки вот эти планы осуществятся, и в этом случае уже значительная часть наших пациентов будет получать таргетную терапию не только в одной линии, но и в двух, и это, соответственно, или может и в трех. Это, соответственно, позволит увеличить выживаемость. Поэтому я предлагаю провести подобное исследование через несколько лет. Что касается выводов, то они практически полностью соответствуют выводам, представленным в двух предыдущих докладах. Я думаю, что также их не надо озвучивать. Они очень близки, за исключением того, что в Республике Беларусь выживаемость трехлетняя оказалась самой низкой из-за малого числа пациентов, которые получали таргетные лекарственные средства. Все остальные выводы примерно такие же. Спасибо за внимание.